День России в Сарове для горожан прошел масштабный военно-патриотический фестиваль. Когда разрешится ситуация с долгостроем на Московской Курчатова, очередное обращение в городской дозор. Впервые в Сарове на озере Протяжном прошло открытое первенство Орфеоцнеев по водному спортивному ориентированию. Далее расскажем обо всем подробно. Праздник Дня России начался на центральном поле стадиона Икар. Для гостей с ярким танцевальным номером выступили гимнастки спортивной школы, творческие коллективы, оркестр Саровского соединения Росгвардии. День России – праздник, который объединяет всех. В этот день вспоминают богатую историю страны, ее подвиги и достижения, имена выдающихся героев, стойкость и сплоченность народа перед лицом любого вызова. 12 июня – особая дата для страны. Сегодня будет насыщенный день, много состязаний, будет много интересного. Но главное – мы проведем этот день вместе. Именно этот день нужно проводить так, потому что вместе мы становимся дружнее и сплоченнее. С праздником! Сегодня Россия, приняв вызов более 50 стран, сплодилась с своим многонациональным и многоконфессиональным народом, отстаивая свою независимость и суверенитет. Многие военнослужащие, а также граждане нашей страны, сейчас мы передо мной защищаем наш русский народ, исторически нашу территорию. И саровчане не исключение. Для саровчан представили большую и насыщенную интерактивную программу. Можно было посмотреть выставку техники и вооружения силовых структур, трофеи специальной военной операции, подкрепиться кашей и напитками в полевой кухне. В рамках молодежного военно-патриотического фестиваля «Эстафета НВП» все желающие могли прикоснуться к профессиям Росгвардии, МЧС, МВД, посидеть в машинах, включить сирену, подержать в руках профессиональное снаряжение. На праздничной сцене Центр внешкольной работы подготовил фестиваль «Мы вместе, мы Россия». Этот фестиваль у нас уже проходил 4 ноября 2023 года в рамках грантового проекта. И коллективы Центра внешкольной работы объединились все вместе, вместе с коллективами еще Мордовия, и провели этот единый фестиваль. Этот фестиваль нацелен на то, чтобы сблизить два народа – Мордовия и ближняя к нам, которая недалеко от нас, и русский народ, который живет на территории города Сарова. И получилось вот такое замечательное действие, где прошла вся история соединения этих двух народов. Фестиваль состоял из двух частей. На сцене с творческими номерами выступили коллективы Центра внешкольной работы. А клуб «Армир» представил Стрелецкий городок, который включал в себя выставку исторического вооружения и потешные бои на поле. Отступим! По ноге выпад! И раскидываемся! Все желающие могли издать на стадионе нормы ГТО, поучаствовать в спортивных состязаниях, разнообразных акциях, флэш-мобах и конкурсах. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Долгострою на перекрестке улиц Московской-Курчатова пошел уже 11-й год. В 2014 году участок обнесли забором, чтобы построить магазин промышленных товаров. Возмущенные жители близлежащих домов обратились в суд. И тогда разрешение на строительство аннулировали. Позже работы все равно возобновили, но продолжалось это недолго. Струйка снова застоприлась. Жаркие споры и недовольства вокруг объекта не прекращаются до сих пор. Больше всего ситуация обеспокоены люди, которые живут рядом с долгостроем. Мы сколько раз в собрании собирались, с депутатом разговаривали. Первая депутат, женщина была. Все сделаю. В Нижний отправляла заявление. Сказали, что положительно решили. Это положение идет 11-й год. Наверное, надо двигаться и все это убирать. По словам жителей, на объекте часто собираются сомнительные компании и гуляют дети. Уже есть жертвы небезопасных игр на территории стройки. Пока гром не грянет, русские мужики крестятся. Вот не дай бог, с ребенком здесь что случится. Да случалось уже, ногу прокалывал с детьми. А, уже прокалывали. Увидите, уже были травмы. И никому ничего не надо. Сейчас же не пройти, не проехать. Правильно они говорят. Скорая не пройдет. Пожар случится, если так вот нужно чего-то. Тоже ничего не проедет. В 2019 году договор аренды у застройщиков закончился. Но новые они заключать не стали. И пользовались участком еще несколько лет без правовых оснований. Тогда депутат округа Алексей Волгин начал обсуждение с областным правительством, которое обратилось в суд с иском об изъятии участка. Но застройщики нашли лазейку. На тот момент земельное законодательство позволяло один раз продлить аренду на три года. Когда уже начался судебный процесс, они написали такое заявление. И у них все возникло законное основание. Этим участком пользуются еще несколько лет. Но опять, то есть они договор аренды продлили. Но стройкой, как вы видите, не занимались и не занимаются до сих пор. На тот момент документально было зафиксировано, что срок аренды у них заканчивается 19 мая 2024 года. То есть вот месяц назад. Позже на уровне правительства приняли федеральный закон, который позволял любым арендаторам без каких-либо дополнительных условий продлить аренду земли еще на три года. Застройщики вновь не упустили свой шанс. Теперь аренда участка на Московской Курчатова действует до 19 мая 2027 года. Но есть еще инвестиционное соглашение, условия которого застройщики не выполнили. По условиям инвестиционного соглашения, если застройщик вовремя не исполняет свои обязательства по строительству, то областное правительство вправе, точнее не вправе, а должно расторгнуть с ним это соглашение. Расторжение соглашения инвестиционного влечет за собой автоматически расторжение договора аренды. Алексей Волгин отправил депутатское обращение на имя министра земельно-имущественных отношений Нижегородской области Сергея Баринова с описанием ситуации и с просьбой расторгнуть инвестиционное соглашение и договор аренды. Теперь предстоит подождать, что ответит министр. Как я понимаю, строить они не собираются, потому что ситуация сильно изменилась, это теперь очень дорого, у них банально нет денег, и ситуация в том же заключается, на мой взгляд, что они ищут, кого бы продать вот это вот право аренды, право застройки. Поэтому аренда-то продлевается, а стройка не ведется, потому что экономического смысла в этом нет. И чем ближе мы подходим к конечному сроку, тем, естественно, им сложнее искать инвестора, потому что он на короткий срок не пойдет. Если ситуация не разрешится, депутат планирует обращаться в инстанции выше. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. В Госдуму внесут инициативу об отмене ЕГЭ. Авторы законодательной инициативы считают, что к единому государственному экзамену накопилось множество вопросов как со стороны школьников и родителей, так и со стороны профессионального сообщества. По мнению экспертов, содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса. Детям необходимо дополнительно нанимать репетиторов. Кроме того, ЕГЭ – колоссальный стресс для родителей и детей. Узнаем у горожан, как они относятся к отмене единого госэкзамена. Большой стресс. А еще какие минусы? Это главный. Огромный стресс. Подготовка, затраты денег, которых немного. Седые волосы. Я застал в советские времена, когда я учил. Вот тогда было образование. Вот если бы к нему вернуться, я бы только забыл. И детей легче, и внуков сейчас уже внуки. По той программе лучше учить. Я считаю, нужно обязательно отменить. Потому что мне вот такое, например, образование не нравится. Я для своего ребенка бы не хотела такое образование. Я из того поколения, которое сейчас сдавали экзамены, ну, по полной программе. Мои племянники, дети друзей взрослые, они уже ЕГЭ сдавали. И по их рассказам, по своим ощущениям, я понимаю, что разница есть. Я думаю, что сейчас не стоит. Уже все привыкли. Поэтому, наверное, не стоит. Потому что раньше мы сдавали по семь экзаменов. Это было, наверное, не менее сложно, чем сейчас ЕГЭ сдать. Я считаю, что да, нужно. Ну, раньше образование было намного, так бы, скажем, правильным. И люди как бы образовывались лучше. Естественно, надо, я считаю. А нынешний экзамен – это так, лотерея. Не нужно. Почему? Да зачем? А чем старый был лучше? Ну, а ЕГЭ чем лучше? Оно есть. Сейчас дети стали менее образованы, чем вот раньше. Это очень сказывается. Вот, наверное, здесь и доля ЕГЭ какая-то есть. Качество образования, она не способствует. Авторы инициативы подчеркивают, что вместо ЕГЭ необходимо вернуть прежний традиционный формат – государственные итоговые аттестации школьников. В группе канала «16» во Вконтакте проходил опрос на эту тему. Большинство опрошенных, более 70%, поступают за отмену единого госэкзамена. В этом году лето с первых дней уверенно вступило в свои права. И, несмотря на многочисленные дожди и грозы, солнце вновь припекает. А столбики термометров показывают отметку в 25-30 градусов. Высокая температура воздуха оказывает серьезное влияние на организм человека. Приводит к перегрузке всех систем и органов. Особенно страдают дыхательная, сердечно-сосудистая и мочеводелительная системы. Для того, чтобы избежать перегрева тепловых и солнечных ударов, в первую очередь наладьте питьевой режим. Всегда носите с собой бутылочку с водой, чтобы защитить организм от обезвоживания. Избегайте сладких, газированных и алкогольных напитков. В дни сильной жары старайтесь не выходить на улицу без необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 15 часов. Воздержитесь в это время и от интенсивных физических нагрузок. Также во время прогулок под открытым солнцем обязательно надевайте головной убор – солнцезащитные очки. Чтобы не простудиться, избегайте сквозняков и не пейте очень холодную воду. Соблюдайте режим приема лекарств, если у вас есть хронические заболевания. Также составьте свое меню на основе легкой пищи. Ешьте больше овощей, фруктов, рыбы, курицы и холодных супов. В жару ограничьте потребление жирной, острой и копченой пищи. Помните о правилах гигиены – тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, а мясо и рыбу обязательно проваривайте. В жаркие дни носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, не забывайте использовать солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от негативного влияния ультрафиолета. Как вообще понять, нужен ли солнцезащитный крем или нет? Вы заходите в любое приложение погоды, ну, любое, и там смотрите такое вот, есть значок ультрафиолетовый индекс. Так вот, если ультрафиолетовый индекс 2 и выше, соответственно, нужно использовать солнцезащитный крем. Нужно наносить, во-первых, в необходимом количестве, это где-то 5 мл, то есть 1 чайная ложка на лицо и шею. При длительном нахождении на солнце и после купания солнцезащитный крем необходимо обновлять. Специалисты рекомендуют использовать средства с фактором защиты от 30 до 50. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Все помнят знаменитые строки Пушкина «Русалка на ветвях сидит». Но не каждый знает, что изображение девушки с рыбьим хвостом ошибочно. Поэт имел в виду совсем другое. Русалками на Руси называли светлых девушек-птиц, прилетающих для того, чтобы передать древние знания и мудрость предков. Выставка у Лакоморья интересна тем, что гости музея народной игрушки могут не только рассматривать работы, но и проверять свои знания, узнавать новые факты о сказках великого поэта. Мы подготовили музейную программу, в которую входят беседы, экскурсии, или, как мы называем, интерактивная экскурсия с разными заданиями, с отказыванием кроссвордов, загадок и призы. И, конечно же, мастер-класс по изготовлению мини-книжки с каллиграфическими рисунками в стиле Александра Сергеевича. Потому что первый иллюстратор сказок был как раз сам Александр Сергеевич. В народной игрушке много образов сказочных героев. При создании авторы часто обращаются именно к пушкинским произведениям. Выставку приурочили к 225-летию со дня рождения поэта. В нее вошли более 60 работ из фонда городского музея, частных коллекций и от мастеров Сарова. Работы собраны самые-самые разные. Это и промысловые народные игрушки, то есть народных промыслов, городецкая роспись, шпанниковская игрушка. Это отдельные мастера, которые работают в Питере, то есть работают в рамках народных промыслов или в стиле народной игрушки. А также очень много представленных игрушек наших саровских мастеров, которые также работают в разных техниках. У нас есть и роспись по дереву, резьба по дереву, резьба по камню, игрушки из ткани, вязаные игрушки. Экспозиция будет интересна детям и взрослым. Посмотреть работы и поучаствовать в интерактивной программе можно до сентября по предварительной записи, в часы работы музея. Возрастное ограничение 6+. На международном многожанровом конкурсе фестиваля «Творческие люди» в Саранске Ирина Николаева исполнила сольный номер «Цыганский танец», «Бричка». Для женщины это было непростым вызовом. Чувствовалась большая ответственность перед коллективом и педагогом. Пришлось максимально собраться с силами. Результат получился впечатляющим. Ирина Николаева получила звание лауреата второй степени. Это ответственно очень. И хочется и себя показать. И хочется показать, чему нас научил руководитель Галина Сергеевна. Не хочется подвести. Сначала, конечно, растерянность была сначала, но потом осознание пришло, что как это круто. Учитывая, что было очень серьезное жюри. И я считаю, это лично мое достижение. Первое занятие проекта «Красивый возраст» состоялось в сентябре прошлого года. Сначала была одна любительская группа из 15 человек. Встречи были направлены на поддержание здоровья людей старшего поколения и вовлечение их в социальную жизнь. Со временем образовался ансамбль «Красивый возраст», который неоднократно успешно выступал как на градских праздниках, так и на выездных конкурсах. На фестивале «Творческие люди» коллектив исполнил испанский танец и стал лауреатом второй степени. По словам руководителя Галины Сайгушевой, сезон получился ярким, плодотворным, богатым на различные победы и события. Стоит обращать внимание именно на эти вопросы, когда нам нужно поддерживать людей старшего поколения не только на словах, но и реальными целами. И тем способом, которым я могу сделать жизнь ярче, интереснее, радостнее – это танец. Я очень рада, что именно эта деятельность вдохновляет людей. У них загораются глаза, появляются новые яркие краски, знакомства, поездки. То есть жизнь начинает бить полной радости и восторга. Ансамбль всегда открыт новому, поэтому помимо занятий и выступлений, у них есть и съемки клипов. Недавно участницы ансамбля записали танцевальный клип на берегу реки. Многим женщинам это подарило не только яркие эмоции, но и заряд вдохновения и мотивации. Это красота, это зелень, это первая такая зелень, яркая. И мы там, как бы извили на реке, лес, мы танцуем. Это сказка. Я никогда не думала, что в таком данном возрасте мне предстоит вот такое чудесное перевоплощение. Многие женщин никогда не танцевали или только мечтали об этом. Ансамбль подарил им возможность приобрести новое хобби, познакомиться с людьми, подружиться, раскрыть таланты, научиться красиво двигаться. Все это оздоравливает и омолаживает не только тело, но и душу. В коллективе у нас такой азарт. Мы танцуем очень самозабвенно, стали участвовать в конкурсах. Хотя конкурсы – это на самом деле не главное. Главное – это то, что мы приходим, общаемся, двигаемся и получаем эмоциональное удовольствие. Я поняла, танцы – это такой способ быть вечно молодым. Летом ансамбль «Красивый возраст» уходит на каникулы. Но в сентябре соберется вновь. В проект приглашают всех желающих людей старшего поколения. Можно присоединиться к танцевальному ансамблю и группе оздоровительной гимнастики. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Писатель, поэт, переводчик, реформатор языка, знаток живописи, тонкий ценитель музыки. 6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Отметить юбилейную дату пришли горожане к Центральной городской библиотеке имени Маяковского. Там под открытым небом прошел 11-й городской праздник поэзии «Пушкин-юниверсал». Мы сегодня хотим показать на примере нашего праздника, каким универсальна может быть поэзия Пушкина. Пушкин вдохновляет на живопись, вдохновляет художников, на прекрасные картины, вдохновляет молодых поэтов. У нас сегодня очень много молодежи будет поступать. Самобытный, невероятно яркий поэт. Конечно, о нем сказано много, но мы сейчас хотим как пазлы соединить их в одной единой палитре, показать яркое самобытное творчество Пушкина в разных направлениях. Каждый номер программы раскрыл универсальность и многогранность творчества Пушкина, которое живет и по сей день, спустя 200 лет. Произведения великого поэта читают во многих странах мира. Гости вечера могли услышать, как звучит знаменитое «У лакоморья дуб зеленый» на арабском, французском, английском языках. В пушкинскую эпоху горожан погрузили участники студии исторических танцев «Объединение армир», перевоплотившись на время в дам и кавалеров. На вечере звучали музыка и стихотворения от молодых поэтов «Литобъединение Летошка». От номера к номеру зрители узнавали факты из жизни поэта. Почему мы говорим на языке Пушкина? Как Александр Сергеевич собирал русские народные песни? Сколько знал иностранных языков? А также о том, что поэт и сам рисовал, уважал художников и хорошую музыку. Это выжилки бессонниц, это свеч кривых нагар, это сотен белых звонниц, первый утренний удар. После основной программы прошла презентация второго сборника «Вдохновение», в который вошли стихи и проза лауреатов одноименного городского конкурса. Члены жюри, победители конкурсов 2020 и 2023 годов получили авторский экземпляр сборника. То, что выходит уже второй сборник, и то, что мы видим, имена уже, которые мы знаем, и которые появляются вновь, для нас тоже огромная и большая радость. Я выражаю огромную благодарность своим коллегам за работу, потому что оценивать это всегда очень сложно. И я, конечно же, говорю огромное спасибо всем участникам нашего конкурса. В завершении праздника все гости могли прочитать любимые произведения в рамках свободного микрофона. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Кот-бегемот появился в Мурдоме 4 года назад. Сначала он был на передержке у волонтеров, позже перебрался в приют. Ему около 6 лет, бегемот – спокойный и ласковый кот. Он будет просто лежать на подоконнике, на диване, будет ждать ласку, ждать, пока его покормят. И в целом идеально подойдет в семью для взрослых детей. У него все в порядке со здоровьем. Он кастрирован, вакцинирован, обработан от паразитов. Также он хорошо уживается с другими котиками, поскольку на передержке в приюте он жил вместе с другими. И в целом он никого не задирал. То есть он мог за себя постоять, если вдруг его кто-то задирал, но при этом сам никогда никого не обижал. Еще один долгожитель приюта – кот Маркус. С котенком его подкинули к одной из ветеринарных клиник города. У него были проблемы с глазками и лишай, поэтому Маркусу предстояло долгое лечение. С глазками была более серьезная ситуация, потому что тут стало понятно, что без операции не обойтись. И нам пришлось обращаться к офтальмологу, к ветеринару и возить его в Арзамас на операцию. Операцию мы сделали, она прошла успешно. Единственное, что глазки, поскольку оперированы, так или иначе, они периодически у него могут гноиться. То есть их надо все равно обрабатывать, капельки ему капать. Но здесь просто соблюдение ветеринарных требований, и все будет хорошо. Маркус видит – зрение не идеальное, но он хорошо различает силуэты и тени. А еще он станет отличным другом для активных игр. Маркус – это просто вечный двигатель. Это вот если у вас дома есть дети, то Маркус подойдет идеально. Потому что он готов бегать, прыгать, носиться. Он не может спокойно сидеть нигде. То есть это кот, которого обожают просто все дети, которые приходят к нам на экскурсии. Потому что помимо того, что он ласковый, он мурчит, сидит на ручках. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте «Мурдом». По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 908 762 0951 или пишите в группу приюта ВКонтакте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все участники у нас разделяются по типу плавсредства. Это байдарки, каяки, либо сабборды. И по типу команд это, соответственно, по полу. То есть мужские команды, женские команды или смешанные команды. Также отдельной категорией идет родители с детьми. Таких довольно-таки много. Участники соревнования на озере состязались не только в быстроте прохождения дистанции, но и в навыках навигации, умении работать в команде и принимать стратегические решения. Каждая команда или участник пытается найти оптимальный баланс между скоростью и точностью, чтобы успешно пройти все контрольные точки. Азарты добавляли различные вызовы и испытания, изменение течения или даже неожиданной ситуации на трассе. Дружественная атмосфера среди спортсменов помогает поддерживать высокий уровень мотивации и духа борьбы, даже когда конкуренция становится все более острой. Соревнования на озере не только проверяют физическую выносливость участников, но и развивают их умственные способности и навыки. Необходимо быстро анализировать карту, принимать решения на ходу и коммуницировать с партнерами, чтобы успешно завершить задание. В конечном итоге участие в таких соревнованиях приносит радость от результата и позволяет проводить время на свежем воздухе. Оценить свои силы, пообщаться с друзьями, по возможности победить, но это не обязательно. Хотелось бы победить. Открытое первенство получило признание как возможность для спортсменов проявить свою выносливость и мастерство и как хороший способ провести время на свежем воздухе с семьей и друзьями. Подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, стимулируя интерес к водному спортивному ориентированию и способствуя развитию спортивной культуры. На день России парк Сосина был заполнен детьми на велосипедах. Мальчишки и девчонки разного возраста пришли на старт велопарада «Ветер в колесах». В этом году его провели во второй раз. Каждому, кто пришел на велопробег, раздали воздушные шарики, из которых получился российский триколор. Некоторые ребята проехали по дорожкам не на велосипеде, а на скейтбордах. Я участвовала в параде на скейте. Просто у меня велосипеда нет. И как? На скейте? Ну, трудновато. Почему? Потому что нога иногда заболевает. Многие юные и совсем маленькие велосипедисты пришли вместе с родителями. Мама и папа поддерживали своих чат, помогали ребятам уверенно держаться на двухколесном транспорте. Некоторые вместе с детьми проехались по аллеям парка Сосина. На финише все участники велопарада получили сладкие подарки. Мне очень понравилось. Там вначале все собрались и стартовали. Помедленному стартовали. Но потом уже все поехали быстро. Весь город собрался. Было очень интересно и весело. Я пришла с Верой, папой и мамой. Я редко вообще катаюсь, потому что в основном сестра забирает этот велосипед. Но ей купили новый. И теперь у тебя с вами? Да. Очень отличный праздник, потому что его отмечает вся Россия. Я очень рад, что наш город принимает участие в этом празднике. И самое прикольное, что все радовались, никто не обижался. И все призы достались всем. Со своей сестронкой. А с кем? С мамой, с папой. Как ты сегодня поехал? Классно. Что тебе понравилось? Как поехали. Также для детей подготовили игровые зоны и творческие локации. Тематические мастер-классы по изготовлению триколора, поздравительных открыток. Викторины по сказкам Пушкина. Юбиляра этого года. Работала большая игровая зона, на которой можно было поиграть в шашки, на столки и другие игры на внимательность и сообразительность. Здесь представлены практически все учреждения культуры. Это детская библиотека имени Пушкина. Это библиотека имени Маяковского. Это детская школа искусств. И детская школа искусств номер два. И представители Центра развития культуры и искусства. Праздник в парке Сосино подарил яркие эмоции и хорошее настроение как детям, так и взрослым. Гонка «Территория героев» проходит в Сарове уже второй раз. В этом году соревнования по бегу прошли в День России на лыжной базе. Участники должны были пробежать дистанцию длиной в несколько километров. На протяжении всего маршрута они встречались с препятствиями, которые для них подготовили организаторы. Сегодня мы первый раз принимаем участие на таком спортивном замечательном празднике. Мы уверены полностью в нашей команде. Мы уверены, что мы 100% доберемся до финиша. И мы 100% победим. Название нашей команды – «Ивент Маньяки». В командах нет спортсменов. Все это обычные горожане, самозанятые бизнесмены, сотрудники компаний. Мероприятие организовывало Центр поддержки предпринимательства. И главная его цель не только проверка физической выносливости, но и силы духа. Побеждает та команда, которая первой пересекла черту финиша. А значит, ее участники смогли найти в себе силы общаться и договариваться. Несмотря на жару и непростые препятствия. Мы хотим победить! После длительного и утомительного забега команды проверили смекалку, находчивость и умение работать в команде. Например, на одной из площадок нужно было с помощью палок поднять мяч, который находился внутри большой коробки с отверстиями. Сделать это необходимо было вместе. Самые разные препятствия в этом году. Мы получали в прошлом году обратную связь от участников. Просили усложнить, мы усложнили. Предприниматели у нас преодолевают и бег по пересеченной местности. И исполняют такую композицию, как бёрпи спортивную. Перекидывают шины. И логическое испытание, оно проходит за моей спиной. И масса других испытаний, прежде всего преодоление реки вброд в такую жаркую погоду. Это очень здорово. Гонка территория героев – хороший повод выйти из офисов. Вместе провести время на свежем воздухе и сплотиться, чтобы достигать в работе ещё больших результатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова